Тюмени Не самые высокие потолки и довольно узкий зал. Он разительно отличается от Тюменской Академии Спорта. Безусловно, на такой арене преимущество получает та команда, которая здесь постоянно тренируется. Один из немногочисленных плюсов серии в том, что Екатеринбург в масштабах нашей страны находится относительно недалеко от Тюмени. Так что ничего удивительного, что сибиряков приехали поддержать немало болельщиков. Сами играем в Тюмени. Это вот наша команда. Сами играем в третьей лиге и болеем за наших. Тем более, раз таким составом так играет интересно. Там вся Тюмень, думаю, поддерживает нас сегодня. Все, что проходило в Тюмени, мы всегда были. Ну, на выездные не ездили, потому что, ну, никак, никуда. А на финал приехали. То есть мы сразу забились. Если будет финал, мы бы и дальше поехали. Если бы не важно где там, уехали бы и посмотрели бы. Куда же и без ветеранов волейбола, диаспора которых в Тюмени многочисленна. Больной на всю голову на волейбол, поэтому в Туле бывал, где только не бывал. Везде бывал. Вот. И этот матч пропустить, вернее, эти матчи. Поэтому здесь с женой группа поддержки, мы тут собрались в пучку, есть немножечко. Ну, я, честно скажу, слежу за командами давно. Тюмень, я сам из Нижневартовска 35 лет отработал. Вот. Тюмень, самотвор как бы родные. В этом году балда у нас подобралась очень приличная. Поэтому с парнями почти со всеми знаком. Чуть ли не за руку. Вот. Поэтому команда хорошая в этом году. Думаю, что мы попадаемся. Этих девушек слышно на всех домашних матчах Тюмени. Поддерживают команду как могут. В конце сезона как болельщицы прокачались до такого уровня, что стали пробивать и уезда. Это мой раз. Мы примерно в одно время начали заниматься, так что мне было особого примера. Просто я, ну, в определенный момент жизни выбрала учебу, а он спорт. Как вы видите, успех он достиг. Все началось с Милки. Милка начала весь этот, как сказать, фан-клуб. Вот. И поэтому вот с Милки мы начали как раз-таки и болеть, кричать за наших мальчиков, за наших мужчин, которые играют в клубе Тюмень. Вот. Благодаря Миле. Вы работали в Изумруде. Муж у вас играет в Тюмени. У вас симпатии на чьей стороне сейчас? Конечно же на Тюмени. Но там мой муж. Это самое главное. Интересно, что третья из девушек, подруга Глеба Радченко, Дарья Косульникова, баскетболистка и в составе сборной России становилась бронзовым призером первенства Европы среди девушек до 18 лет. Смотреть баскетбол и играть в баскетбол. Волейбол это чисто такая отдушина, поддержка и просто отвлечь какие-то свои эмоции вот другой игрой, пойти в какую-то другую сферу, чтобы посмотреть, как там все происходит. Баскетбол, баскетбол, понятно, я хорошо понимаю, но волейбол я все равно знаю позиции, какие-то расстановки. Я все равно понимание есть. Когда-то там тоже играла во всяких лигах любительских. Поэтому да, понимание есть и мне нравится. Поездку Тюмени в Екатеринбург с точки зрения результата удачной назвать, конечно, нельзя. Но эмоции, которые дарит волейбол, тюменские болельщики получились полна. И вне зависимости от итогов этого сезона, от следующего они теперь точно вправе ждать не меньше впечатлений.